Приветствую вас на канале Ирешу, меня зовут Ирина. Я очень рада, что вы положительно восприняли новости, которые были изложены в предыдущем видео, и с удовольствием начинаю новое направление на своем канале. Сегодня, как вы уже увидели из названия, мы с вами поговорим о том, как выглядеть грамотным в переписке. Это видео родилось благодаря запросу, который мне поступил в сообщение моей группы ВКонтакте. Полностью читать не буду, вы можете остановить видео и самостоятельно прочитать сообщение, начну с сути. Хочу предложить тебе подумать над идеей такой, например, как пунктуация чатов, или более узкую тему, как выглядеть умнее в переписке с незнакомкой незнакомцем в инстаграме, ну или скажем в ВК, имея какую-то конкретную коммуникативную задачу. Лично я часто очень хочу, но не знаю, как использовать интенционно междометийные знаки пунктуации в живых чатах в переписках с друзьями. Как видите, я немного перефразировала запрос и назвала видео, и буду рассказывать о том, не как выглядеть умнее, а как выглядеть грамотнее, потому что ум — это очень абстрактное понятие, и можно прочитать пару энциклопедий и выглядеть умнее, но мы на моем канале говорим о грамотности. Прежде чем перейдем к теме, я хочу вам напомнить, что всегда открыто новым идеям, если у вас есть какие-то запросы, то пишите мне их в комментариях под этим видео, либо в моей группе ВКонтакте. Поставьте лайк этому видео, как только вы поймете, что оно для вас полезно, таким образом мне будет приятнее продолжать это направление. Итак, самый простой вариант выглядеть грамотнее в переписке — это нанять личного копирайтера. Перейдем от шуток к мудрым мыслям. Второй вариант — нужно не выглядеть грамотным, а стать грамотным. И, кстати, в процессе моих рекомендаций вы и поймете, как можно, выглядя сначала грамотным, все-таки стать грамотным. Но давайте не буду увиливать, четко буду отвечать на поставленный вопрос. Берите ручки и записывайте. Во-первых, добавьте себе в закладки сервис грамота.ру. Это не реклама, и в этом видео рекламы не будет. Я сама пользуюсь сервисом грамота.ру, и очень часто. В этом сервисе уже есть пояснения к огромному количеству общих правил, есть отдельные справочники, но помимо этого есть и разборы частных случаев по отдельным вводным словам, вводным конструкциям, исключения по каждому написаны. Так что не ленитесь гуглить или вводить в поиски в самой грамоте.ру интересующие вас запросы. Я думаю, что в 95% случаев вы найдете, если правильно введете запрос. И это второй пункт моих рекомендаций — научиться правильно формулировать запросы. У меня уже есть видео о том, как искать информацию. Если его не смотрели, то перейдите, посмотрите, подсказка сейчас появится. Но приведу примеры запросов по нашей теме. Раз уж автор запроса писал про пунктуацию, то больше буду обращать внимание на знаки пунктуации, но об орфографии тоже чуть позже скажу. Если вы не знаете, нужно ставить в предложении запятую или нет, то в первую очередь посмотрите, что окружает это место, которое вас смущает. Что стоит после вот этого пробела и до него. Например, он спросил, придет ли мама в гости. Вы записали это предложение, и тут у вас в голове пробудились таинственные силы, и голосом школьного учителя русского языка и литературы произнесли, если в предложении есть две грамматические основы, то их нужно разделить запятой. И вы видите, действительно, в этом предложении есть два исполнителя, он и мама. Есть два действия, спросил и придет. Значит, здесь две грамматические основы, и где-то нужно поставить запятую, нужно определить где. Но вас смущает это коварное ли. Что с ним делать? Где ставить запятую? До него? После него? Где вообще? И вы так и пишете в поисковике, запятая в предложении с ли. Ввели и ничего не нашли. Такое бывает. Значит, нужно уточнить ваш запрос. Теперь нужно выяснить, что такое ли. И вы так и пишете. Ли это... И видите, что люди спрашивают, ли это частица или союз. И немножко продвигаясь вниз ленты. Не доверяете самому первому запросу, чаще всего и второму. Тоже проверяете все варианты. Находите какой-нибудь словарь или справочник. И видите, что ли это частица. И уточняете свой запрос, запятая в предложении с частицей ли. И находите верный ответ, что запятую нужно ставить, потому что это сложно подчиненное предложение. И запятую нужно ставить между грамматическими основами. Вы спросите, зачем столько действий ради одной запятой? Не проще ли писать, как придется? Но я вас возвращаю к названию видео и к началу видео. Мы говорим о том, как выглядеть грамотнее в переписке. Я вам отвечу вопросом на вопрос. Вы хотите выглядеть грамотнее или как придется? Идем дальше. Что делать в том случае, если в голове вообще не осталось школьных знаний? И вы даже предположить не могли, что в предложении о приходе мамы нужна запятая? Первый совет банальный, но не дать я его не могу. Читайте качественную литературу. Чем чаще, тем лучше. Лучше ежедневно, хотя бы по часу в день. И постепенно мозг вам начнет посылать сигналы о том, что какое-то слово написано неверно. Или в каком-то предложении пропущен знак препинания. Второй совет. Подвергайте сомнению написанное. Не с точки зрения смысла, а с точки зрения правил. Я сейчас провожу марафон по написанию сочинений ЕГЭ. И вы даже представить себе не можете, как часто я обращаюсь к справочнику Розенталя, к словарю сочетаемости слов, к грамоте РУ. Потому что правила регулярно меняются, и невозможно их единожды выучить, и потом блистать перед остальными. Можно очень быстро оторваться от реальности. И я вам рекомендую сформировать у себя привычку перепроверять написанное. Как я и обещала, касаясь орфографии, как правильно пишется слово, проверить невероятно просто. Не нужно открывать никакой словарь, ни электронный, ни печатный. Вы просто заходите в любой поисковик, пишите, например, ВЕНЕГРЕД, и вам поисковик сам исправляет, как правильно должно писаться это слово. Даже не нужно писать, как правильно пишется слово ВЕНЕГРЕД. Просто пишите это слово, и вам поисковик сам исправляет. Либо открываете Яндекс, весело общаетесь с Алисой, и это опять не реклама. И, например, вы говорите ей. Привет, Алиса! Как пишется дезоксирибонуклеиновая кислота? Дезоксирибонуклеиновая кислота. Дезоксирибонуклеиновая кислота. Высокополимерное природное соединение, содержащееся в ядрах клеток живых организмов, вместе с белками-гистонами образует вещество хромосом. Спасибо, Алиса. Стараюсь. Вот и все. Она даже произнесла, как правильно ставить ударение в этом слове. Поэтому, зная все эти инструменты и используя их, в наше время можно не только выглядеть грамотным, но и стать таковым. И насчет знаков припинания при междометиях. Снова вводим запрос. Знаки припинания при междометиях. Находим статью на грамоте.ру. И узнаем, что междометия отделяются либо запятой, либо тире. Есть еще парочка исключений. Их имеем в виду. И все. Надеюсь, что эта информация была для вас полезной. Если вдруг какое-то правило вы сами не сможете найти, то задавайте свой вопрос в моей группе ВКонтакте через функцию «Предложить новость». Подпишитесь на мой канал, если еще не подписаны. Нажмите значок колокольчика, чтобы не пропускать выход новых видео. Порекомендуйте подписаться на мой канал своим друзьям. И будьте и решу, ведь я все решу. Люблю вас всех. Целую. Удачи. Пока-пока. Удачи.